В Ниницком округе, как и по всей России, стартовала акция «Георгиевская ленточка». За время проведения акции члены регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы» раздадут 5000 георгиевских лент. Именно столько символов Победы поступило в Ниницкий округ. Традиция раздавать черно-оранжевые ленты как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне родилась в 2005 году. В этом году акция пройдет уже в 13 раз. Ленты будут раздаваться в оживленных местах города, поселка-искателей и населенных пунктов округа. В этом году организаторам акции помогают учителя и школьники коррекционной школы и участники военно-патриотического клуба «Патриот». Я первый раз в этой акции участвую. Для меня это является достаточно важным занятием. Георгиевская ленточка, я считаю, что это символ той победы, которая досталась очень большой ценой нашим войскам в Великой Отечественной войне. Георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного бекалора. Ее запрещено продавать, а также использовать в политических целях. Она является символом воинской славы, отваги и мужества советских солдат, а также данью уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Вместе с лентами будут раздаваться листовки с информацией о том, как правильно нужно носить ленточку и с историей самой ленты. Цвета черный и оранжевый обозначают дым и пламя, символ памяти нашим героям. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» напоминают, что георгиевскую ленточку нужно носить выше пояса, на груди, в области сердца. Категорически запрещено закреплять ее на обуви, сумках и голове. Акция в этом году пройдет с 24 апреля по 9 мая. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север.